Почтить память, победители 9 мая пришли тысячи жителей города Химиков. В Новочебоксарске сегодня проживают 53 участника Великой Отечественной войны. Им всем за 90 лет. Тамара Ивановна два года была в Германии в концлагере, с 43 по 45. Ее и других узников освободили наши солдаты. Сегодня она радуется победе со слезами на глазах. Я поздравляю всех участников войны с Днем Победы. Желаю им крепкого-крепкого здоровья, чтобы дети и внуки их любили и поздравляли, и не забывали никогда. Помогали во всем. Счастья вам и здоровья. Ветеран-фронтовик, связист артиллерийского гвардейского полка Георгий Барков вспоминает День Победы 1945-го. Он встретил его в госпитале. До сих пор носит под сердцем осколок. Победа далась очень дорогой ценой. Каждая семья в стране пережила боль тяжелых утрат. В годы Великой Отечественной войны более 28 тысяч уроженных фашистов. Бронить фашистами. Война оборвала жизнь более 100 тысяч наших земляков. То есть каждый второй не вернулся в родные коля. Страшная война унесла миллионы жизней. Из 13 деревень, на месте которых в послевоенные годы начал строиться Новочебоксарск, около тысячи воинов ушли на фронт. 765 из них погибли. Их мужество, героизм и отвагу город помнит и гордится. Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. 9 мая день победы – священная дата для каждого россиянина. День национальной гордости и воинской славы Великой России. В этот день мы чествуем ветеранов, всех, кто не щадил себя в Великой Победы. Защищал родную землю на полях сражений. Мужественно выстоял блокаду. Беззаветно трудился в тылу, поднимал страну и другие в послевоенные годы. Под знамя победы! Вверх! Знамя победы внести! Сколько бы ни прошло времени, память о подвиге защитников Родины навсегда останется в сердцах людей. Они стали примером для молодого поколения. Действительно, День Победы – это праздник, особенный для каждого человека в нашей стране. В этот день мы вспоминаем и чтим тех, кто подарил нам возможность жить, учиться, радоваться нашей жизни. Эта память делает нас частью единого народа, гражданами нашей великой страны. Ведь, как известно, без прошлого нет будущего. Для меня большая честь сегодня оказаться здесь с нашими дорогими ветеранами, которые заслуживают большого уважения и почета. В 45-м году была выберена нацистская Германия, и сегодня в 18-м, потому что здесь точно много ветеранов. И они на нас смотрят, и надеюсь, что мы станем хорошим поколением, которые также смогут все сделать и допустить большие войны в мире. Сегодня мой папа маршрует МЧС. Я горжусь своим папой. Поздравляю всех с Днем Победы! Сегодня мы не просто чтим память победителей, но и готовы защищать нашу Родину от любой угрозы. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. С Днем Великой Победы! С Днем Вечной Славы нашего народа!